Общественники держат вопросы строительства и ремонта социальных объектов в республике на контроле. Начали мониторинг с третьей школы Черкеска. На этот объект с проверкой приезжали не раз. Капитальный ремонт производят в рамках региональной программы модернизации школьных систем образования. Для его проведения школу освободили год назад. Образовательный процесс школьников продолжается в 18-й гимназии и 10-й школе Черкеска. Но все ждут возвращения в свое учебное заведение. На пленарном заседании был поставлен вопрос об усилении контроля со стороны общественных палат регионов о строительстве социальных объектов, в том числе и капитального ремонта школ. Сейчас идет активная реализация данного направления. Не только потому, что общественная палата Российской Федерации ставит данный вопрос, а потому что мы сами общественники, являясь жителями Крачаева Черкесии, являясь теми же родителями, бабушками и дедушками. И к нам приходят различные обращения, неравнодушные граждане. Общественный мониторинг стартовал с третьей школы Черкеска. Затем проверят Ногайский район, станицу Зеленчукскую и Староживую. И дальше по графику отметила Елена Лешова. В заключении выездных встреч проведут заседание круглого стола. В процессе мониторинга были и спорные моменты, но они тут же на месте находили решение. Теперь мы будем засыпать, бетонировать и сверху уже будем делать полы. В школе атмосфера большой стройки. Несмотря на то, что учебное заведение уже год на ремонте, впереди еще немаленький объем работ. Речь идет об обновлении фасада, кровли, фундамента, потолков, полов. Также ремонт учебных классов, актового спортивного зала, пищеблока. Требуется замена дверей, перекрытий, инженерных систем, вентиляции, отопления, электропроводки и многое другое. В данный момент работают штукатурщики, кровельщики, плотники, специалисты по демонтажу. Специально напрашиваются в комиссию. Обязательно. Будем рады ждать. Да, да. Обязательно. Не халтурьте. Все работы ведутся параллельно. Решения по дизайну, по тем особенностям, которые необходимо сделать именно для этой школы, нужно принять сообща. Отметили на встрече. Мы увидели, что работы ведутся, что они не стоят уже хорошо, уже большой плюс. Во-первых, увидели, что подрядчик заинтересован и готов к работе, и нам обещает, и говорит, что он четко выполнит 1 сентября, что мы и проверим. Но обещать не значит жениться, поэтому на то мы, соответственно, здесь общественники и собрались. Сергей Владимирович в строительной отрасли проработал 40 лет. Он в этом деле хорошо разбирается. Работа только начата, поэтому каких-то окончательных выводов делать рано. Но стремление подрядчика сделать хорошо и качественно есть, видно по всем подходам. Хотя недостатков немало. И я бы хотел призвать подрядчика больше, так сказать, вникать в проектную техническую документацию. Сейчас, конечно, новые технологии, оборудование. Поэтому и строители не стоят на месте, учатся. Количество задействованных людей на объекте зависит от погоды на улице. Сами понимаете, сейчас холод, и в многих местах я штукатурить не могу, я пушками грею. Людей, конечно, будет намного больше, чуть распогодится. Я же говорю, проект большой, и есть моменты выходят, которые проектам не учтены. Вот мы вызываем проектировщика, согласовываем это все, что мы вот такое решение принимаем. То есть совместно принимаем решение и исправляем данные моменты. В споре рождается истина. Я, наоборот, приветствую такие моменты. Почему? Чтобы до правды, до истины докопаться. Весь необходимый металл для кровли уже завезли на объект. В ближайшее время после анализа потолочных балок займутся карнизом. Его будут подшивать железом. Ремонтные работы находятся на середине пути, отметил Надир Надирович. Через месяц будет другая картина. На сегодняшний день в третьей школе ведут демонтажные работы. И они, по большому счету, уже завершены. Идет отделка этажей, штукатурка, шпаклевка и покраска. В процессе работы выясняются и аварийные участки. Их тут же дорабатывают. Строители уверяют, что объект будет сдан к оговоренным срокам. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.